всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео о пустых баночках накопилось у меня их ну как обычно наверно каждый месяц у меня примерно одинаковое количество у меня закончилась как уходовая косметика так и декоративная так что кому интересно продолжать смотреть итак начну я со средств по уходу по уходу за телом закончился у меня вот этот гель для душа от чистой линии это у меня ирис и 5 эфирных масел с точно таким же ароматом есть лосьон для тела который мне очень сильно нравится вообще чистая линия по уход средства по уходу за телом не очень сильно нравится мне кажется не классные классно работают гель для душа оказался не исключением он действительно но такой прям мягкий как молочком даже вот видите такой вот внутри не сушит кожу хорошо очищает но не до скрипа так вот прям приятно приятный аромат принимать душ с этим гелем мне очень нравится мне сейчас заканчивается еще клубничный я поеду в ленту и куплю еще а также хочу показать я очень часто скажем так подворовываю у своих деток гели для душа но здесь в два в одном гель пена для купания веселые пузырьки я покупаю детские своим детям и часто очень подворовываю потому что мне очень сильно нравится после данных гелей очень мягкая кожа прям такая мягкая бархатная так что если у вас есть детки и вы им тоже покупаете гель для душа я советую вам пользоваться тоже потому что кожа действительно останется очень мягенькая и я прям с удовольствием пользуюсь иногда детскими также закончился у меня вот этот скраб от натуры сибирика это облепихово-медовый скраб для тела я мне очень нравится это по-моему третья моя банка поеду в ленту надо будет купить мне еще раз я покупаю это в ленте классные только не рекомендую наносить на грудь на самую выступающую часть потому что прям будет печь прям прям сильно будет печь он такой разогревающий кожа мягкая кожа такая прям даже мне кажется немножко подтягивать с этим скрабом но чаще всего на самом деле я пользуюсь кофейным скрабом он не очень сильно нравится этот обычный жмых из кофемашины иногда просто так иногда с чем-то наношу мне нравится но вот такие тоже иногда покупаю и наверное куплю еще также у меня закончился вот этот крем невея жестяной баночки вы знаете я его покупаю периодически наверное потому что ностальгия когда была совсем молоденькой мне было наверное лет 18 и так где-то но я кстати достаточно рано начала ухаживать за кожей лица рук ног этому кстати способствовала моя бабушка нами всегда говорила там помыла посуду помашь руки кремом там ноги тоже надо все время кремом мазать то есть она все время у меня была такая такая вот бабушка вот и вот этот крем я помню когда мне было лет 18 даже может поменьше я наносила его на лицо на ночь и на самом деле ничего хорошего я не добилась у меня потом пошла такая сыпь на лице вот здесь вот но она была связана в том числе с гормональными всякими перестройками там но я помню что я тогда попала к дерматологу и когда она узнала что я данный крем использую на лицо она мне сказала нет больше этого не делать тебе вот просто он ну как бы не дает коже дышать и я потом перестала им пользоваться на лицо сейчас уже не использую на лицо но когда вижу особенно вот подобную упаковочку да тут зайчиком вообще не могла пройти мимо я использую вон на руки на ноги не за на коленке на локтем любые сухие участки кожи он хорошо с этим справляется очень хорошо поэтому периодически покупаю надо ты его стандартный аромат это наверное такой молодость моя не молодость юношества да я сейчас тоже молодая дальше средства для волос закончились у меня две масочки первое это вот это за которой я заказывала сай херб марка альба ботаника насколько я понимаю но как бы вообще не али ну вот совсем причем даже последние два раза когда я наносил эту маску я заметила что мои концы вот кстати у меня с волосом кто просил меня появляться в распущенном состоянии никак не уложено они просто вымыты и вот так вот они вот такой вот непонятные волной они у меня лежат так вот сами по себе волосы у меня пористые сухие сами по себе такие природы плюс еще переженные и вот этот маской даже усиливает сухость по длине что мне очень сильно не понравилось может быть это не маска это может что-то другое но в общем маска не вообще ни о чем вообще ни о чем пыталась ее и под шапочку и так и сяк вот вообще никак и моя любовь у меня также закончился вот этой марки из этой же линейки шампунь безумно мне нравится я использую его не чаще чем раз в неделю а то и раза две недели потому что он настолько питательный что даже мои сухие пористые волосы он перепитывает то есть настолько что вот если я буду пользоваться часто то мои волосы будут сосульками то есть даже не такими гладкими развивающимися как в рекламе а именно сосульками но после окрашивания волос например или после того как волна солнышки или когда я например чувствую что волосы мои стали такими сухими до после каких-то экспериментов с масками так далее вот эти два средства это просто потрясающе мне еще есть масло которое тоже подходит концу но я хочу сделать небольшой перерыв потом заказать снова может быть другую линейку там еще есть какая-то зелененькая по моему в общем посмотрю но это просто супер классное средство если у вас не сухие волосы я вам не советую перепитает но для меня это реально пар палочка вручалочка повторю снова сто процентов сто процентов у меня должны быть эти средства в арсенале по ходу за волосами они не бюджетные но так теперь у меня пошли средства по уходу за лицом закончился у меня тоник от айзенберг это был с лепестками роз в общем розовенький такой вот два минуса это цена и пульверизатор вот этот вот разбрызгиватель то есть он не делал такую дымку на все лицо а он именно такой прям капельками после умывания нанесли на личико его реально вот летом можно использовать просто побрызгали вот эту розовую водичку и можно идти то есть он увлажняет успокаивает снимает покраснения какие-то которые у меня обычно вот в этой области я уже говорила много раз тоник супер но цена вопроса он вам 1800 стоит на скидках или что-то в этом духе правда хватило мне его надолго но я не знаю вообще марка изенберг мне очень сильно понравилось хочу повторить честно скажу хочу повторить но вот у меня хотелок много не знаю дальше у меня закончилось масло от кадалии вот такое вот это ночной детокс масло именно вот детокс масло то есть она мне кажется так даже работает как-то освежает кожу как-то приводит в порядок но вы знаете вот например сейчас я пользуюсь маслом шиповника сайерп он стоит там что рублей 500 или 600 а это стоит по-моему за полторы тысячи я его покупала и я думаю ну как бы ну как бы да я люблю масло очень люблю на ночь наносить какое-либо маслица ну вот я думаю что я куплю сайерп что-нибудь также у меня закончился крем для области вокруг глаз от марки лимони мне вообще эта марка очень понравился понравился их уход я уже говорила тоже пустых баночках не только в пустых баночках значит что я могу сказать по поводу крема для области вокруг глаз он жирненький он на хорошо увлажняет хорошо питает в зимнее время он очень хорошо спасал мою кожу потому что зимой мне обычно кожа вокруг глаз это крем вокруг глаз не на скала нет вот кожа вокруг глаз ему не обычно вообще очень сильно пересыхает он спасал мою кожу зимой но вы знаете единственное у меня к нему претензии вот мне хочется пользоваться каким-либо уходом будь то кремля области вокруг глаз шампунь бальзам не важно да любой уход чтобы он со временем применения дел мою кожу лучше вот он этого не делает то есть он я не прошу там убрать морщины и так далее но мне хочется видеть что кожа становится более напитанная более менее подвержены каким-то внешним воздействием и так далее что-то на мне хочется видеть что она с каждым днем становится лучше и лучше вот с этим кремом этого не происходит вообще мне нет идеального крема для области вокруг глаз есть один который мне нравится больше чем все остальные это от холиленд с конзимом q10 но единственная у меня к нему такая наверно претензия это то что он по своей консистенции как сливочное масло вот прямо как сливочное масло то же самое но он действительно делает кожу вокруг глаз лучше не знаю возможно на зиму я и приобрету крем от холиленд но вот как-то к этому мне не хочется возвращаться несмотря на то что крем для лица мне очень сильно понравился крем для лица я наверное повторю на зиму также у меня закончилась последняя моя масочка вот вилента обязательно тоже в ленте хочу купить но что я последнее время вообще забываю в косметический отдел ленты заходить классные маски классно пропитанные действительно вот они как-то улучшают и цвет лица и действительно как-то тонизирует напитывают кожу при этом не дают знаете вот как многие средства которые типа антивозрастные они дают отек такой легкий кожи здесь такого нету с нереально можно часа два приближать единственное что я не советую использовать маски тряпки повторно потому что у меня лично они вызывают прыщи а я эту маску тряпочку обычно держу на лице там какое-то время пока то какое у меня есть обычные дела вечером на ночь потом кладу на шею потом могу вообще положить вот сюда на зону декорте то есть использую полностью не за могу и вообще все тело протереть грубо говоря так что вилента очень классно увидите обязательно возьмите классных действительно маски они даже мне больше стали нравиться чем мои любимые белокос так также у меня закончились корейские масочки не все конечно у меня был набор я вам показывала мне его присылали это косметик bts как-то так как правильно называется вот у меня увлажняющая так и капсульную супер увлажняющая пока его еще и питательная классные маски действительно вот они реально работают то есть маски просто супер единственное минус этих масок заключается в их цене такой набор стоит около 2000 который я показывала ну как бы то на 7 дней всего это единственное вот их какой-то минус во всем остальном они классно и самое интересное что их здесь внутри ровно столько чтобы нанести на лицо и шею это вот единственная наверно марка которая вот которая продает вот такие до масочки это не тряпочки до расфасованные которые вот ровно столько сколько нужно обычно либо больше либо меньше здесь ровно столько сколько нужно это классно маски работают на все сто процентов супер классные ну дорогие так дальше у меня пошла декоративная косметика значит начнем с туши покажу вам просто супер отвратительную на мой взгляд туши вот такое буржуа push up volume glamour во-первых посмотрите видите вокруг она почему-то как вытекает что ли я не знаю что с ней происходит отвратительно просто это вот я ее так подзагнула то свете она вся вот она даже внутри уже с комками я уж не говорю при нанесении на ресницы вот я ее добила и вообще буржуа туши больше не буду покупать и сети вот это все то есть весь столик или вся косметичка у вас будет в туши это отвратительно это раз во вторых она их красят данных делает объемными объемами с комочками и при этом короче даже чем они у вас есть я это вообще не поняла этой истории так что это тоже не первая тушь от буржуа различных их линей которые мне не понравилось причем очень сильно дальше у меня закончился гель для бровей от марки релуи и тут уже все стерся все стерлась у меня это был 0 3 тонн и то он закончился потому что я тут решила ну что он лежит надо пользоваться должен добить до конца тут еще конечно можно повытаскивать но я уже не хочу мне он не нравится во первых слишком на мой взгляд огромная кисточка ну то есть то есть как бы ну как бы совсем это как кисточка как тушь для ресниц вот еще куда не шло а вот для бровей и неудобно из-за этого прокрашивать брови плюс она также с какими-то комочками непонятными и она очень часто то есть если вы ляпните где-то да вот между волосками брови да то потом очень сложно все это дело вычислить чтобы не было пятна то есть ну такая и фиксирует брови не очень если летом еще это как-то незаметно но когда вы носите шапку это заметно то есть если вы что-то вот его есть там где брови то волоски опять снова сбиваются дальше закончились у меня два консилера корректора значит 1 это от марки микс вот так вот он выглядел у меня же стерла здесь номер но я помню что он назывался хами мед мне давали его в подарок при покупке чего-то вот микс на какой-то сумме кстати два таких подарочных карандаша один вот посветлее 2 потемнее 2 вообще такой чисто рыжий но даже этот карандаш он подходил только когда кожа у меня подзагоревшая было неплохой карандаш под глаза он будет подсушивать но вот на какие-то не знаю точечные высыпания что-то где-то скрыть неплохо неплохо растушевывается но не перекрывает в ноль то есть он такой дает натуральное такое покрытие но неплохой карандаш но я покупать не буду что я обычно использую для маскировки как то же средство что и под глаза поэтому отдельно и таком и не нужно но ну долго мне будет валяться также закончился у меня вот такой вот марки мак это средство для области вокруг глаз по своему действию очень напоминают этот знаменитый карандаш от и всем лоран который подсвечивает который вы выбили вает ну как не выпили вает осветляет области вокруг глаз единственное у меня был кстати карандаш от ивсен лоран единственное наверно отличие мака от ивсен лоран заключается в том что маг нестойкий я не знаю то есть он у меня совсем уже полностью закончился он не такой розовый потом вот эти хорошо тоже подсвечивает высветляет подсвечивает область вокруг глаз но этот эффект крайне не стойкий то есть но где-то часа три потом его нужно наносить снова просто куда-то дьется непонятно куда и ну вот вот тоже тоже решила добить потому что лежит уже очень давно же у меня закончился карандаш ведь и я вот я кстати всегда вот до такой степени карандаши дому чего это карандаш что-то у меня вообще все стерлась естественно это карандаш от иврашен я покупала вам вместе с розовым карандашом даже вам дело какой-то интернет заказ что-то в этом духе это не черный карандаш это такой серый по моему называется мокрый асфальт неплохой карандаш но он например жаркую погоду он не стойкий то есть он будет размазываться его если только запечатывать сверху тенями тогда он еще будет более-менее стойки на зиму на осень и весну неплохо неплохо держится неплохо рисует даже по теням хорошо рисует то есть карандашка хороший но вот наверное не для жирной кожи и наверное не на жаркую погоду закончилось два карандаша для губ это марка никса первый из них очень часто меня всегда спрашивали когда этот карандаш вместе с блеском этим же находились у меня на губах значит этот карандаш тоже марки никс видите как я уже сточила номер 840 rose вот такой и сверху у меня обычно было вот этот блеск от марки живанши это блеск элементированная коллекция летняя была я покупал в прошлом году имеет вот такие блесточки самом деле блеск эти тоже стоит что-то в районе 2000 мне кажется что подобные вот эти с такими блестками голографическими переливающимся можно найти в любых других марках поэтому да но блеск хороший качественный не растекается не размазывается достаточно долго держится блестки не ощущаются на губах красиво переливается блеск классный просто цена вопроса я покупала со скидкой так и вот этот карандашик никс эти карандаши суховаты но они очень хорошо их использовать под какие-то помады которые себя не очень хорошо ведут то есть те которые допустим растекаются размазываются у вас да вот этот карандаш он будет как бы стабилизировать и такая капризная помада станет более или менее нормальный так что карандашки эти рекомендую я их периодически покупаю тоже наверно куплю и 2 у меня вот такой он более но уже внутри ничего не осталось но он такой как выбеливает кубки это номер 845 а это вот такой ярко-розовый вот который с блеском я носила очень классный вариант на лето я думаю что на следующий лет если что-то подобное приобрету только не блеск не отживанши что подешевле возьму вот а второй у меня даже ведь внутри уже ничего ничего нет внутри дырочка но 2 он такой немножко фиолетовый если его просто наносить на все губы то губы приобретают такой немножко трупный оттенок вот но карандашки хорошие я советую и закончилась у меня еще две жидкие помады 1 от его мозаик мне ее давали в подарок в риву гоше при покупке чего тут я вам мозаик отвратительные блески яма в этом тоже уже говорила размазываются растекаются что с ними только не происходят красивый очень оттенок он такой персиковый немножко к такой красновато персиковый оттенок очень красивый но видите даже наносится он плешивит и причем когда вы его носите даже если ничего не пьете не не кушаете то через какое-то время он на губах становится найти вот в одной стороне пигмента в другой стороне блеск то есть отвратительно просто себя ведет не рекомендую и жидкая помада от марки dior это их по моему постоянная коллекция была тоже покупала на скидках этот цвет меня уговорила купить продавец-консультант это номер 373 имеет не лососевый не персиковый а такой ярко явный рыжий оттенок вот хотя камера не так передает камера передает его как достаточки нанесла нам передает что они как бы похоже нет на самом деле вот этот вот уходит вот наверно спонжем большевидно тоже более красный но в общем это такой красный оттенок уходящий вражину не не тут такие оттенки я не знаю вообще о чем я думала когда взяла но сама жидкая помада классная она стойкая она переживет небольшой перекус она никуда не размазывается не растекается можно носить без карандаша спонж крайне удобный вы можете прямо хорошо прорисовать губки ну классная помада и и здесь много мне хватило надолго и и весна что вот я не угадала с оттенком но и цена вопроса просто последнее что у меня осталось из пустых баночек это парфюм закончился у меня такой парфюм малюточка покупала я прошли осенью до осенью 2018 года тогда я купила две штучки сразу и вот этот вот использовала добила скажем так этим летом потому что на самом деле этот аромат очень хорошо идет именно летом я уже не помню на самом деле пирамиду здесь у меня 40 миллилитров но это такой знаете прямо вот ягодный компотик на лето тем более у нас лето такое прохладное достаточно для поднятия настроения очень хорошо подходит но вот это просто какие-то ягодки с таким ягодный компотик такой сладковатый какие-то не знаю даже когда малинка здесь есть какие-то свородинка какая-то что ли именно ягоды очень вкусно пахнет очень приятно так даже как-то освежает что ли не знаю мне очень понравились ароматы от джимми чу я знаю что некоторым они не нравятся мне нравится да может быть они такие не многогранные не раскрывается в течение дня насчет стойкости ну где-то полдня часов 6 они точно продержатся ну а так дальше обновлять вообще летом я так понимаю что много ароматов держится на коже поэтому этот не исключение но аромат очень приятный мне очень понравился на зиму на осень и весну я повторять не буду есть только следующим летом если не забуду то я его повторю вот и все были мои пустые баночки я надеюсь вам понравилось такое видео на самом деле я сама обожаю такие видео мне кажется только в пустых баночках можно реально понять насколько хорош что-то минной продукт по крайней мере так уме в моем случае происходит вот и так что я надеюсь что вам тоже нравятся такие видео я надеюсь что вы с удовольствием посмотрели мое видео не забывайте и для тех кто не подписан на мой канал подписываться нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео я всех люблю целую и до новых встреч